Ольга Евгеньевна, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в российских тюрьмах и колониях? Так ли активно продолжается сейчас набор заключенных в ряды частных военных компаний? Что вообще известно об этом? Как изменилась ситуация и изменилась ли? Ситуация очень сильно изменилась. И вы знаете, она развивается так, как мы с вами говорили совсем недавно в одном из наших с вами последних эфиров. Она развивается так, как и должна была развиваться. На смену ЧВК Вагнер пришло Минобороны и оказалось, что в Министерстве обороны никто не знает, как, собственно, этим контингентом управлять. И вот сейчас развивается очень большая история. Набрали заключенных Министерства обороны, не подписав контрактов, не сообщив никаких условий. Набрали заключенных, в том числе из бывших сотрудников, там полиции в основном, из Ставропольского края. 9 февраля их вывезли из колонии номер 4 Ставропольского края, привезли сразу на фронт практически. Они не умеют подчиняться приказам. Во-первых, они не умеют ничего в принципе. Откуда уметь? А во-вторых, вышел ими командователь, лейтенант. И чего? Это заключенные. Это заключенные, это особенный контингент. Они все с большим опытом. Ну и, собственно, их избили всех и отвезли в ИВС Донецке. Сейчас разделили на несколько групп, там определяют разные уголовные статьи и все такое. Но это первые ласточки. Сегодня 9 марта. Их 9 февраля завербовали. Только началась вербовка в Министерство обороны. И это будет продолжаться. Сейчас это все будет продолжаться. Не то, чтобы они отказывались воевать. Они просто хотят как-то других командиров, там другое мундирование. Они это хотят. Ну, то есть это с ними надо работать. ЧВК Вагнер, к сожалению, к большому, к нашему с вами, умел с ними работать. И по рассказам украинских солдат, которые, слава тебе господи, со мной разговаривают, те, кто был на передовой и мог сравнивать и бойцов ЧВК Вагнер и мобилизованных, говорят, что мобилизованные, да, ну, слабые, необученные, плохо экипированные, в картонных ботинках. А вот Вагнеры, это да, Вагнеры, они упорные. И они, конечно, были совсем пушечным мясом. Их там Пригожин ими закидывал, но они были совершенно озверевшие. Но он им умел с этим и умеет, к сожалению. Министерство обороны, они это все, как сказать, опять же, им пофиг. Это прям прекрасно, что им пофиг. Они сами не приезжают в колонии, они сами не вербуют. Они все это переложили на плечи сотрудников СИН, которым вообще давно пофиг. Ну, то есть, именно обороны, им не хочется, да, у них там лапки, я не знаю, что там у них. И вербуют, соответственно, в СИН, ничего не объясняя. Ни условий, ни контрактов там, ничего нет, никаких. Естественно, только что через полгода участие в боевых действиях, помилование. А вот какие-то финансовые условия. То есть, кто-то рассказывает, кто-то не рассказывает. Они похожи на условия, как с ЧВК «Вагнер». Единственное, что в ЧВК «Вагнер» платили 100 плюс 100 тысяч рублей в месяц. А здесь обещают, если обещают, 8 тысяч рублей в день. Все остальное ровно те же условия. Ну, и плюс все подчеркивают, что мы не ЧВК «Вагнер», у нас не будет ни судебных казней. Ну, вот не будет ни судебных казней. Зато вот сейчас вот большую партию заключенных, я думаю, что это не первая партия заключенных, распихивают по Донецким... В СИЗО уже нет мест по ИВС и за литер-вебиным содержанием. И, в общем, боевать некому. Ну, и вот, Ольга Евгеньевна, знаете, российские телеграм-каналы сообщают, что российские зэки, переданные под командование так называемой ДНР, отказываются выполнять приказы и идти на убой. И, судя по всему, это набирает на самом деле массовый характер. Как говорится, смертники заканчиваются и желающих умирать на самом деле из-за того, что превратил Путина в украинскую Марьинку и Бахмут, становится все меньше. Вот сейчас у нас есть такой показательный синхрон, показательное видео можем вам показать. И мы говорим, где наши документы. Вы же нам обещали, что мы Минобороны, где контракт наш, что мы контрактники. Они приносят документы, в документах вместо Минобороны написано уже управление какое-то. А что за управление? Ну, что за управление? Ну, слова Минобороны там нет. То есть две стороны, это получается одна мы, одна управление какое-то. Мы отказываемся. Что мы описали, Миноборона, как был диалог, мы к этому идем. Все, они уходят, они приносят нам времени и удостоверение. Тоже, опять же, типа мы уже не контрактники, а милиция, народная милиция Танецкой Республики. Там он все заряжает. Если вы сейчас откажетесь не воевать, типа с чувака приедут люди и, ну, типа, у вас представим, говорят. Я реально, да, вот на сегодняшний день я боюсь по жизни. Потому что я даже не знаю, вот сейчас пойти сдаться, пойти сдаться. Они возьмут для меня живым, и легче они будут. Вот я, да, вот такие мысли меня прочитали. И сдаваться тоже кому. Я не знаю, кто есть, кто кому доверится. Ольга Евгеньевна, вот скажите, пожалуйста, то, что мы сейчас видели, можно ли говорить, что услышали точнее? То, что это некая тенденция, можно даже сказать. Да-да, конечно, пошло. Все это пошло. Но обратите внимание все-таки, обратите внимание, что он говорит, ну, собственно, и большинство из них говорят, те, кто оказался в Донецке в ИВС или в тюрьме, они что говорят? Они говорят, что если бы контракт был бы с Минобороны, мы бы взяли бы оружие и пошли бы стрелять в украинцев. В общем, они говорят это. Они говорят это. И опять же, очень хорошо, что они в ИВС, очень хорошо, что они просто понимают, что их обманули. Если бы не обманули, то что? То не было бы никаких вопросов, никаких претензий. Я думаю, что это пока протест стихийный и абсолютно не от ужаса содеянного, не от ужаса войны, не от ужаса агрессии, не от ужаса допадения. Это пока протест, что нам обещали бабки, обещали контракты, с этих ДНРовцев, да, и шкурку не получишь, да, никакой. Поэтому, ну, вот пока такой протест. Ну, хорошо, кто хоть такой, хоть начали потихонечку доходить. И я надеюсь, что это видео, то есть тюремная почта может доставить такое видео до самых дальних зон. И я думаю, наверняка она уже везде ходит без заблюривания. Ну, по крайней мере, я уже видела этого парня без заблюривания. То, что, да, тенденции уже есть, мне уже прислали из тюрьмы, присылают родственники вот таких вот попавших в Донецке СИЗО людей. Но вот наши родственники пишут. Вот мать пишет, между прочим, этого заключенного, у меня есть его фамилия, ну, конечно, лучше пока не называть. Вот она пишет, знаете, вот, пожалуйста. Ребята не выходят на связь в четвертый день. Мы не знаем, живы они или нет. Мы понимаем, что они заключенные, к ним относятся как к мясу. Но поймите, что мамы, жены, сёстры переживают и сходят с ума от неизвестности. Мы знаем, что они находятся в ВВС Донецка. Держат в камерах по четыре человека. И в первый день куда-то увезли 11 человек в неизвестном направлении. Эта информация была передана в понедельник. Это одного из ребят, который удалось принести с собой телефон. Сейчас телефон, видимо, разрезился. Ну, есть видео, что там вокруг них. Там все это какие-то совершенно ужасные условия. Но что они просят? Помогите нам, чтобы их освободили и дали нормальных командиров. Да уж. Окей, будем следить за тем, как развиваются события. Возможно, вдруг настанет момент, когда эти заключенные начнут против, да, просветления против российских властей уже выступать. Тех самых, которых их используют, как пушечное мясо. А никак не против Украины. И за что? За ковришки, за деньги. Ужас. Ольга Евгеньевна, спасибо большое за комментарии. Ольга Романова, директора и основатель фонда «Руссидящая» была с нами на прямой связи. Спасибо. Продолжение следует...